друзья всем привет настало время снова вернуться к нашему кузову и хотя мы практически его закончили в одной из прошлых серий там остается еще очень много всяких мелких элементов которые нужно до собрать в основном это разнокалиберные сеточки и прочее фото отравленная мелочевка поэтому для них я использую специальную грунтовку для фото отравления которая прекрасно держится на ментале и можно не бояться что она отвалится или еще как-то повредиться практически все оставшиеся элементы должны быть покрашены в обычный черный полуглянцевый цвет это наверное самый ходовой цвет в моделях особенно в томиевских они постоянно его используют в своей цветовой схеме поэтому я просто заливаю в аэрограф побольше этой краски и начинаю все это дело окрашивать в том числе и передние фары потому что они также должны быть окрашены в этот цвет меня достаточно часто спрашивают о тех параметрах которые я использую при покраске я имею ввиду сопла давление и так далее я считаю что каждый пользуется теми параметрами к которым он привык кроме того это зависит и от инструмента и от материала вот поэтому я обычно не указываю в своих видео то чем пользуюсь я но могу сказать обычно это давление 1 1 и 2 атмосферы и поскольку я пользуюсь достаточно жидкими красками которые уже подготовлены для нанесения через аэрограф я обычно использую сопла 0,2 миллиметра для краски и для лака я использую сопла 0,4 вот потому что лак он более густой чем краска поэтому 0,4 в самый раз также я периодически отвечаю на вопросы о том какими инструментами я пользуюсь и какой химии для тех или иных моделей тех или иных задач и я конечно такие вопросы отвечаю и если вам интересно напишите пожалуйста в комментариях я сделаю отдельное видео о том чем я пользуюсь какими инструментами и какими материалами вот в принципе я считаю что опять-таки каждый для себя выбирает что-то свое и мои решения не всем могут подойти по тем или иным параметрам но тем не менее я конечно могу об этом рассказать поэтому если интересно пишите в комментариях и я сделаю такое видео радиатор который вы сейчас видите он не штатный который был в этом наборе это радиатор из набора дополнения от хобби дизайн который я использую при сборке этой модели и выглядит он гораздо лучше гораздо интереснее реалистичнее чем радиатор штатный но при этом он собирается из примерно двух десятков деталей фототравленных и еще примерно тоже из двух десятков маленьких таких винтиков в общем доставляет достаточно не то чтобы неудобств но занимает некоторое время его сборка но тем не менее до того стоит я чуть позже покажу готовый вариант для выхлопной системы я опять попробовал использовать краску titanium gold total клад и опять получил тот же самый результат то есть все краска после того как она начинает высыхать буквально там через несколько секунд после нанесения она теряет свой золотой такой оттенок и становится ну практически абсолютно серебристый вот может быть на видео это даже видно не знаю не понимаю эту краску может быть я отдельно попробую как-то различные варианты и нанесения на разные подложки и так далее но если у вас есть информация по этому поводу если вы умеете с ней работать пожалуйста напишите в комментариях я буду очень благодарен перед сборкой радиатора я наношу на основную его части смывку чтобы он выглядел более натурально и после этого уже собираю в окончательном виде этот радиатор а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» И вот такая в итоге получается красота, которую сравнивать со штатной деталью по-моему даже неуместно Ну а дальше всю мелочевку, которую мы покрасили, устанавливаем в кузов Несравнимо это даже со штатными деталями и дает гораздо более реалистичный и красивый результат, чем детали из комплекта Именно поэтому я так люблю фотоотравления и различные дополнения для модели И стараюсь использовать их каждый раз в каждой модели, чем больше, тем лучше Музыка 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 Это передняя решетка И интересна она тем, что выполнена из набора полностью хромированный А у прототипа, у реального автомобиля, у этой решетки хромированы только передние ребра и сам значок Мерседеса Все остальное должно быть черным Поэтому я прямо поверх хрома крашу черной акриловой краской И затем на нужных местах я эту краску просто аккуратно сниму ватной палочкой с растворителем И получится прям то, что надо Очень простая технология, но в некоторых моментах очень удобная и позволяет добиться нужного эффекта без особых усилий Музыка 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 Для окрашивания рамок остекления Tamiya, как всегда, дает в наборе специальные маски Уже готовые, вырезанные под размеры стекла, что очень удобно и позволяет сделать это без особых усилий Музыка 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 Поскольку я буду красить остекление с помощью аэрографа, я решил также защитить масками боковые стекла, которые даны одному. Одной деталью с ветровым стеклом и просто заклеиваю их маскировочной лентой Все очень просто Музыка 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 и смотрелся с обратной стороны так, как он должен выглядеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь остается просто собрать все подготовленные детали, вклеить их в кузов и он у нас будет практически завершен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Черным перманентным маркером я обязательно прокрашиваю все торцы стекол для того, чтобы на собранной модели они не бликовали и не выглядели, ну скажем так, ненатурально и игрушечно, можно так сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...